Всем привет! Меня зовут Даша Кей, и сегодня я буду делать обзор на долгожданную линейку Кайли с Ким, которая запустилась в Россию. Кто ее ждал, совершенно непонятно. Походу, я для того, чтобы сделать обзор. Долго рассказывать я не буду, кто такая Кайли Дженнер, более вы находитесь у меня на канале. Кайли Дженнер — это сестра Ким Кардашьян, но если вам до сих пор ничего не понятно, то лучше выключайте этот обзор. Ну так вот, я решила сделать обзор, когда это появилось в России, а в России это появилось с шикарным корнером просто в золотом яблоке. Честно говоря, этот весь запуск можно охарактеризовать вот этим вот мемом. В комментариях у Кайли Дженнер, по-моему, это очень смешно. По поводу моего типа кожи. У меня нормальная кожа, и редко бывает какие высыпания и сухости. Все по большей части зависит от питания. Больше я ориентируюсь, становится ли она лучше, чем обычно. Если этот уход делает лучше, чем она была, просто вот в стандартной, в стабильной такой ситуации, чаще всего мои проблемы с кожей вызваны неправильным питанием и стрессом. Особенно вот в прошлой весной, когда был ковид, я переживала большой стресс. У меня обсыпало все лицо, оно было просто все в шелушениях, и тут как бы какой уход я не использовала, тот же самый уход я использую и сейчас. У меня такое бывает на волосистой части кожи головы, и, собственно, оно как бы перебралось сюда. Не могу не предупредить вас о многих негативных отзывах у людей с проблемной, либо чувствительной кожей. Большая претензия будет, конечно же, к цене. Долгого вступления не будет, давайте я вам сразу покажу, как это работает. Пенка для лица. Что, в вашем понимании, должна делать пенка? В моем понимании, пенка должна очистить лицо после гидрофильного масла. Она его очищает до скрипа или нет. У меня с собой тазик воды. Ну, такая вот тряпочка из-под чудесного, кстати, ухода Элемис. По заявлению производителя, точнее, самой Кайли Дженнер, одного нажатия помпы должно хватить. И попробую. Я обычно еще дополнительно, если гидрофильным маслом умывалась, то на глаза намыливаю. Ну, сейчас я уже стерла мицеллярной водой. Дабы не мазать, так скажем, на глаза эту пенку, очень тугая пена, эта пенка щиплет лицо. Не косметика, а убийца какая-то. У меня тут прям целая спа на коленках. Полотенчико какое-то серое. После гидрофильного масла в макияже. Ну, в принципе, да, лицо чуть-чуть стянуто, но совсем слегка. А что это у меня тут появилось? Поскольку я иногда умываюсь гелем для душа, когда стою в душе, поэтому, естественно, особой претензии к пенке к этой я выразить не могу. Ну, я решила пойти дальше, посмотреть состав на Акоголик.ру. В этой пенке зачем-то есть лимонная кислота. Из хреновых ингредиентов тут есть какой-то феноксиэтанол. Три натрия этилендиамин дисуксицинат. В прогнозе погоды я работать бы точно не смогла. Ну, вот если кто разбирается в составах, я, конечно, в них пытаюсь разобраться. Но разобраться сложно. Люди, которые практикуют это годами, они, наверное, глядя на это, сразу же поймут все. От упаковок тащусь. Мне нравятся эти розовые упаковки. Я думала, что они будут прям пластиковые, но нет, они тактильно приятные. И прямо уж так говорить, что пенку за 2,700 я выкину или буду мыть ей спонжи, конечно, нет. Я буду ей пользоваться, но есть более бюджетные классные альтернативы, например, в корейских брендах. Пенка 6 лайчочков из 10. Она все-таки справляется со своими задачами, хоть и не идеально, но справляется. Дорого, дорого. Скраб из грецких орехов. Ну, это просто скраб чистая линия с абрикосовыми косточками. Больше того, я посмотрела состав. И в составе абрикос. Ну, там еще грецкий орех, который как раз-таки не обработанный. Абразивные вот эти частички не до конца обрабатываются и могут травмировать кожу. Об этом уже говорили. И об этом говорили о скрабе чистая линия. Обычно я скраб, наверное, использую утром, когда кожа уже после ночи восстановилась. Либо я там один день не красилась. То есть не на только что смытый макияж я использую скраб. Потому что она и так в микроранках. А если использовать еще вот такой вот скраб, да любой, даже, мне кажется, на кислотах, то кожа придет капец. Потому что и так верхний, блин, слой обезжирен. Ладно. Чисто в таких познавательных целях. Сейчас показываю это. Пахнет очень чистой линией. Такая фотка еще у Кайли с этим скрабом. Пользоваться нужно как обычным скрабом. Наносим на тезонку. Мне слабый скраб. Поскрабили лицо, девочки. Все. Покупайте на kaili.com Реально, ну как этим рекламам можно доверять? Я тот уникальный человек, который, мне кажется, может прям наждачкой тереть свое лицо. Не берем те случаи, когда она у меня просто раздражена по другим причинам. Она в нормальном состоянии. Я могу пользоваться скрабом чистой линии. И когда прыщи, я не пользуюсь скрабом. Соответственно, иногда я буду пользоваться вот этим скрабом. Но я заметила, что скраб чистой линии работает лучше. Если уж вы трете свою кожу, тогда уж может быть чистой линии тереть. Скраб с грецким орехом. Один из десяти. Я не знаю, кому это может пригодиться. Это дорого, блин. Тоник для лица. Продукт, который понравился мне больше всего. И я не одна такая. Пахнет он действительно приятно. У меня, кстати, в ванной сейчас стоит шампунь с макадамией от Гарниера. Точно так же пахнет. Очень вкусно. Ой, пахнет точно так же. Так что, если вы не хотите тратиться, но хотите понюхать, как пахнет кайли скин. Или просто, может быть, вам нравится запах кокоса и макадамии ореха. То вот Гарниер чуть дешевле. Ну, за сто рублей. Мы берем немножечко мелк тонера. Я вообще в ее видосе слышала какой-то поскрипывающий звук. Скрепела, видимо, кожу. Ну, тонер действительно приятный. Уже вы видите, что кожа у меня раскраснелась. И это не хороший знак. И, кстати, когда вот так вот краснеет кожа, то вот такие даже ватные диски использовать нельзя. Тоник действительно приятный. Но почему-то лицо у меня чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть начинает жечь. Скорее всего, у меня какие-то микроповреждения сейчас на лице из-за того, что я вот так вот смывала макияж. Скрабилась. Семь молочочков из десяти. Мне он понравился больше всех. Love this. Тоник Сенсая. Он по скидке стоит 3,600. Но разница колоссальная. Ты вот из этого можешь даже делать маски. Продают специальные такие таблетки. Ты можешь накапать этот тоник и, собственно, использовать его. И Сенсая проверенный японский бренд. Kylie Skin. Что? Именно вот из этого мне понравился тоник. Но он не понравился настолько, как вот у меня есть тоник Сенсая. Он чуть-чуть подороже и лучше, если уж я буду покупать. Буду уж покупать более действенное средство. Серум с витамином С. Опять же, приятненькая упаковочка. Консистенция прикольная. Правда, такое ощущение, что консистенция-то не серума. И не пахнется всем витамином С. Опять я со своими сравнениями. Ну, извините меня. Я прям сегодня вот люблю найти, так скажем, аналоги этого средства. Это будет не бюджетные аналоги. Я нашла в Lumine. Этот серум с витамином С мне реально нравится. Я вижу от него результат. Эссенция, Glow Boost Sense, Nordic C. Заметила, что на Kylie Skin скидки-то небольшие. Допустим, по скидке 2700. А это стоит 2400. Хотя это изначально стоило дороже. Выбираю меньше из зол. Вот этот вот, наверное, продукт буду повторять. У меня, по-моему, это попалось в каком-то календаре. Advent календаре Lumine. Вот если продаются такие маленькие, попробуйте, возьмите. Вот этого на самом деле хватит надолго. Эссенция и серум, конечно, наверное, разные вещи. Ну, ладно. Тут на два нажатия помпы, думаю. Что-то мне уже разонравился его запах. Какой-то он больничный немножко. Начинается мое любимое пекло. В другую сторону я хочу нанести вот этот вот. Хоть кожу пекло, но выглядит кожа сейчас приятно. Такой софт на лице. То есть нету поблескивания, нет никакой пленочки. Возможно, это какие-то ноу-хау технологии. Но почему печет? Я думаю, что если бы не пекло, то типа не работало. Но нереально перестарались. Не должно так печь. Четыре лайчочка из десяти. Для эффекта я его мало тестировала. Возможно, в инстаграме расскажу больше. Потому что буду, наверное, сидеть сейчас на Кайли Скин, чтобы прям до конца выжать и понять, подходит она мне или нет. Крем под глаза. Вот такая вот интересная у него упаковочка. Ой, опять начинается. Косметический экстрим. Я поняла, вот у меня сейчас раздраженная кожа из-за того, что я шоркала еще косметикой, много смывалок смывала, потом еще поскрабила и нанесла этот крем. И у меня так еще ни разу не щипало. Это средство так жжет под глазами, и тебе кажется, что оно работает. Да, оно же должно работать, кстати. Я сначала подумала, что он с ретинолом. Потому что нужно постепенно применять средство с ретинолом. И когда ты наносишь первый раз, плюбас будет сжечь кожу. Не тут-то было. Он сжет не потому, что он с ретинолом. Он сжет просто по приколу. По приколу. Все, область под глазами. Тут Женя вообще не оправдана. Эта розовая баночка не дает мне покоя. Я опять прикрепляю тут состав. Я хочу все-таки выяснить, почему вот исходя из состава, этот крем может сжечь кожу. Три лычочка из десяти. Дорого без смс-регистрации. Why not, если вы хотите избавиться от кожи под глазами. Face Moisturizing. Крем для лица. Все очень жаловались на то, что он стягивает кожу. Он не растворяется, не впитывается и не увлажняет ее. Тут ингредиент просто один есть. Масло ШИ называется. Есть баттеры для тела с маслом ШИ. Но масло ШИ, оно объективно восковое. Два или три нажатия, как в рекламе. Не щипит больше. Очень классный у меня есть крем для тела от Миронова. Его нужно наносить на ноги. И область бедер. Он люто сжет. И если потерпеть, то потом невероятно гладкая кожа. Я могу нанести любой согревающий крем на область бедер и ног. И в принципе не переживать. Но если на лице что-то вылезет, какой-то капилляр лопнет там подкожно. Крем не липкий. Я думаю, на это хорошо бы лег тональный бы крем. После особенно всех этих экзекуций и процедур. Возможно, это такая лютая подготовка к какому-то вечернему мероприятию. Но до этого мероприятия лучше, чтобы вы не красились несколько дней и ваша кожа была вот в минимальных повреждениях. Потому что если там есть хоть чуть-чуть повреждения, то вам этот серум, крем, ну крем еще, кстати, не жжет. Очень странно, что это назвали кремом, потому что чисто база под макияж. Ладно, для жирной кожи хотя бы комбинированной, то может быть что-то нет. Ну не комбинированная, комбинированная бывает же сухой. Крем под глаза. Он вызовет у вас такое жжение, что вы просто захотите побежать это смыть. И как сделали, кстати, многие люди, которые тестировали эту косметику. Возможно, для людей с комбинированной, с жирной кожей нанести там на Т-зону или в принципе на все лицо, этого будет достаточно. Если у вас даже нормальная кожа, ее можно убить. 4 лачочка из 10. Обыкновенная база за 800, где-нибудь 500 рублей. Скорее всего, просто доллар настолько высок, что для нас это кажется уже люксовой косметикой. Вот так вот нанесешь кому-нибудь клиенту уход перед макияжем и все. Бывает такое, после ухода за лицом, кожа напоенная, напитанная, опухлости мешочки пропадают, цвет лица появляется не красный. Он просто такой розоватый, приятный. Вот сейчас у меня ощущения не прям уж плохие. Не буду сейчас очернять этот бренд просто в пух и прах. Ощущение, как будто бы ты нанес силиконовую базу под макияж. Я сейчас попробую и положу это все в ванну. Я просто не клала, потому что в ванне у меня продукты мгновенно начинают выйти в этой воде, которая неочищенная и с налетом. Честно, я думала, что это все в раке. Самое обидное, что за такую сумму нет никакого вау-эффекта. Я просто пришла к одному выводу, что делать уходовую косметику очень сложно. И обращаться нужно, скорее всего, как Colorpo, очень сильно зарекомендовавшим себя фирмам. Если бы она так сделала, то, скорее всего, она стоила бы не 2 500, а 15 000 рублей. Гайды в Инстаграме по 250 рублей купит, естественно, больше человек, чем какой-то хороший гайд за 5 000 рублей или за 10 000 рублей. Понятное дело, что будет в этой бумажке, а 4, которая за 250 рублей. Ничего хорошего. Всего плохого. С вами была Даша Кей. Видимся в следующих видео. Надеюсь, мой обзор не был слишком негативным и грузящим. Я постаралась весело донести о том, что я думаю об этой косметике. И я действительно была в шоке немножечко. И в приятном, и не в приятном. Опасения подтвердились. Косметика будет продолжать проходить тестирование в моем Инстаграме. Так что переходите, подписывайтесь на канал, на Инстаграм. А с вами была Даша Кей. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Не забыла поставить лайк, чек, Кайли. Лайк за сообразительность один. Продолжение следует...